Меня зовут Мэтт Раллоф, а это моя жена Эми. Мы карлики. Если ваш рост метр двадцать, вы понимаете, что этот мир не приспособлен для вас. В обычной жизни нам всё время приходится сталкиваться с разными проблемами и затруднениями. Большое вам спасибо. Поэтому мы строим собственную жизнь на этой ферме в штате Орегон площадью в 14 гектаров. Практически всё своё детство я провёл в больнице, мечтая быть обыкновенным ребёнком. Теперь я мечтаю о настоящем детстве для своих детей. Трое из наших детей среднего роста, а один маленького. У нас двое близнецов, но люди не верят в это, потому что ЗАГ такого же роста, как мы, а Джереми нет. Мои родители живут вниз по дороге, и вы, наверное, удивитесь, когда узнаете, что они нормального роста. У Эми тоже родители обычного роста. Я бы хотел, чтобы люди поняли одну вещь. Мы всё можем делать, что и остальные люди, но другим способом. Вот наша история. Семья Ролуфов. Мэтт и Эми. Близнецы. Джереми и Зак. Джейкоб и Молли. Маленькие люди. Большой мир. Нам хотелось посмотреть, что это. Бросай. Здорово. Мои рождественские каникулы были замечательными. Я встретился с друзьями. О, Господи. Ого. Только в последние пару лет я действительно осознал, что Зак в чём-то отличается от нас, потому что по мере взросления мы стали развиваться по-разному. Зак, прыгай. Молодец. Отлично. Теперь, когда мы стали старше, Джереми всё больше проводит время вне дома и больше занят своими делами. Эй, ты бросил её прямо мне на ногу? У него теперь есть девушка, и он проводит с ней время. Ну ты, козёл. Если бы я был большого роста, а Джереми маленького, думаю, я поступил бы так же. Осторожно, я не могу тебя вытащить. Это жизнь, я устроен немного по-другому. Наверное, так нужно. Я сейчас задам вам. Ты смеёшься надо мной? Я вас всех побью, кроме Джереми. Всех подряд. У вас осталось пять минут, вы готовы? Да. У Джереми появилась первая в его жизни девушка, и, конечно, он хочет больше бывать с ней. Но Рождество – это семейный праздник, и в этот период времени надо как можно больше времени проводить с семьёй, даже несмотря на то, что у детей появляются другие интересы. В моём детстве у нас в семье соблюдались разные традиции, но времена меняются, всё обновляется, и нам с Эмми хочется придумать что-нибудь новое для своих детей. Пошли. Каждый год мы с Эмми рубили и наряжали ёлку. Думаю, нашим детям это тоже очень нравится. Я всегда держусь в стороне, пока они её наряжают. Мы ездим за ёлкой на ферму, которая расположена недалеко от нас, немного на севере. Я вам говорил, ребята, что будет прохладно. Я вижу наше дерево. Я пойду к нему. Как вам вон тот впереди? Вот это красивое. А мне нравится вот это. Оно похоже на меня. Ты хочешь, чтобы мы пошли туда? Она красивая и хорошего размера. Ладно, пошли дальше. Думаю, вот это подойдёт. Хорошо, ты хочешь взглянуть на другие? Ладно, давайте возьмём вот это. Пили. Ближе к земле. Отлично. От Джереми теперь идёт основная физическая помощь семье. Ты хочешь нести этот конец? Мы не можем сами спилить ёлку и оттащить её к машине. Это обязанность Джереми и Зака. Пускай Джереми идёт первым, тогда ветки не сломаются. Джереми идёт впереди, потому что это самая тяжёлая часть дерева. Я иду сзади, но это труднее, потому что я не вижу, куда иду. Тебе помочь, Зак? Я не вижу, куда иду. Сюда, иди за Джереми. Я понял, мам. Нелёгкая задача. Это тот случай, когда разница в росте является преимуществом. Джереми высокий, он несёт тяжёлый конец, а Зак маленький, ему досталась верхушка дерева, поэтому они могут нести его, не таща по земле. Всё, поехали. Да, поехали, ребята. Всё идёт нормально. До свидания. Пока. С Рождеством. Джереми, если у тебя проблемы со временем, почему ты не звонишь родителям Сары и не предупреждаешь её? Если они приедут раньше, а ты ничего не сделал, ты никуда не пойдёшь. Джереми хочет пойти к своей девушке, а мне надо, чтобы он ещё помог нам. Теперь приходится договариваться. Если ты помогаешь семье, то тогда можешь проводить время с Сарой. Что я должен делать? Принеси с лестницы ящики. Ты сможешь сделать это быстро, если захочешь. Папа, я смогу это сделать. Мы сегодня будем её украшать. Нам надо её поставить, пока Джереми здесь. Да, Молли уже большая, сможет нарядить её сама. По мере того, как я взрослею, я становлюсь всё более независимым. Мне хочется проводить время со своими друзьями или Сарой, а не находиться всё время дома с семьёй. Что здесь? Гирлянды. Молли подросла и много помогает. Но поставить тяжёлую ёлку она вряд ли сможет. Ей это сложно. Она упала. Лучше бы Джереми это сделал. Обычно он всегда устанавливает ёлку и вешает гирлянды, но в этом году приходится мне. Мне нужна помощь. Подними её, держи так. Хорошо. Держишь? Да. Держи за ствол. Первый раз в такое время Джереми встречается с девушкой. Но я надеюсь, что я для него осталась мамой, мне не хочется так вот сразу быть отрезанной. Всё хорошо. Привет! Привет, мистер Роллоу. Как доехал? Нормально. В этом году на Рождество я хочу сделать всем подарок. Большой круглый стол, специальный для нашей семьи. Вот поэтому к нам приехал мой хороший друг Брэд, который поможет сконструировать его. Эми привыкла к прямоугольному столу, значит, нам придётся учесть это, но я вырос в доме с круглыми столами. Ты помнишь? Да. Помнишь, как это было? Да. Круглые столы удобнее для людей маленького роста. С нашими короткими руками круглый стол нам больше подходит, чем прямоугольный. С ним проще, он исключает необходимость передавать еду назад и вперёд. Этот материал подойдёт идеально. Посмотри сюда, когда ты его отшлифуешь, да, цвет будет великолепный. Это будет мой второй год в дошкольном учреждении. Итак, мальчики и девочки, посмотрите, что там на столе. Ты никогда не знаешь, как дети отнесутся к моему маленькому росту. Сначала, возможно, будут немного удивлены, но потом, уверенно, будет всё в порядке. Ты не хочешь собирать это на полу? Конечно, они понимают, что я взрослый человек, но я не представляю для них никакой угрозы. Ко мне подходят девочки и обнимают меня. Привет. Спасибо. Мои глаза практически на уровне их, и мне кажется, это им нравится. Все здесь? Да. Сегодня мы порепетируем в последний раз нашу постановку. Я взяла одну из рождественских библейских историй и адаптировала её для малышей. Хорошо, давайте все построимся. Движемся бесшумно. Иди сюда, Алексис. Ты будешь моей овечкой. Овечка. Так, подождём немного. Мэри, где моя Мэри? Вот так. Хорошо, здесь вы. Желаем вам счастливого Рождества и с Новым Годом. Отлично. Молодцы, ребята. Мы поедем с тобой в магазин для мамы? Для мамы? Почему? Мы уже обо всём договорились. Нет, я хочу, чтобы ты тоже к этому подключился. Почему ты не хочешь? Куда ты собираешься сегодня? Мы собираемся в кино. Потом хотим зайти к Мюллером. А потом к Саре, потому что у её брата день рождения. Я собирался поехать в магазин с мальчиками, но они не хотят ехать со мной. Не хотите ехать? Пап, ты должен был сказать нам об этом за неделю, а не сейчас. Когда мы с Джереми были маленькими, мы вели себя как хорошие мальчики, но теперь папа стал очень властным. Вы имеете в виду, что я должен договариваться от встречи с вами? Да, да. Старшие дети хотят, чтобы я писал в календаре, когда я хочу видеть их. Это что-то новое. Я такое слышу в первый раз. Они выдвинули сегодня новое требование. Всё будет хорошо, если мы подумаем над этим вместе. Когда мы собрались ехать в магазин для Эми, со мной поехала только Молли. В этот раз мы отправились в магазин вдвоём. Молли, в первую очередь давай посмотрим фотоаппараты. Ты уже приглядел какой-нибудь? Да, вот здесь. Этот? Да. Сейчас. Дай я посмотреть на него. Здесь шнур короткий, пап. Ладно. В некоторых магазинах очень трудно покупать, потому что некоторые вещи просто не достанешь. А когда ты покупаешь дорогие вещи, тебе хочется подержать их в руках и как следует рассмотреть. Я не хочу ошибиться, покупая вещь за 800 долларов. Ладно, не получилось. Но ты знаешь, у нас есть ещё главная цель. Джереми здесь? Где он? У Сары. Разве ему разрешили? Что это такое? Я думала, он пойдёт в офис, но у него... Он сказал Эмми, что пойдёт в офис, но его там не было. Он не такой уж большой, чтобы ходить, куда он хочет после школы. Кататься на велосипеде, по городу, особенно в тёмное время. И особенно с девушкой. Он ведёт себя неправильно. Ты собираешься посадить его под домашний арест? Похоже, пришло время. Но ты должен ему объяснить, почему ты так делаешь. Я не собираюсь наказывать его, потому что пока не за что. Но если будет за что, то накажу. Проблема в твоём отношении. Ты уже настроился наказать его, и это грустно. Ты не права, я не хочу, чтобы он попал в беду из-за того, что у меня не было каких-то фактов. Это первый год, когда мы с Эмми почувствовали, что стали конкурировать с кем-то в жизни Джереми. Это потому, что у него появилась девушка, и мы стали задумываться, это наше время или её. Если вы говорите родителям, что собираетесь делать что-то, и не делаете, это уже настораживает. Папа, ты не должен так поступать с Джереми, он не виноват. Джереми и Сара много гуляют, папе это не нравится. Если он не контролирует ситуацию, это выводит его из себя. Ты не можешь заставить сидеть его дома, его не за что наказывать. Маленькие люди, большой мир. Часть вторая. Вы знаете, что под Рождество люди очень много ходят по магазинам. Как человек маленького роста, я не очень люблю этим заниматься. Но если взять детей, они мне всегда помогут. Молли, возьми картошку. Дети, нам надо сделать всё быстро и хорошо. Хорзинку? Лучше тележку. Так, где тут рождественские игрушки, лампочки и всё остальное? Назад и направо. Спасибо. Когда я езжу в магазин, я беру с собой скутер. Иногда здесь образуется что-то наподобие пробок, и мне приходится аккуратно маневрировать между людьми в переполненном магазине. Это то, что надо. Подождите. Нам нужны лампочки, а здесь их огромное количество, и я не знаю, куда смотреть. Нижнее слева? Нет, не это. Их здесь всего 25. Да, это сложное дело. Сложнее, чем я думал. Ты веришь, что уже Рождество? Нет. На работе я с детьми готовлю рождественскую сказку. Они будут играть её 12-го, и мне хочется выглядеть получше. Я рада, что выбрала сделать прическу, потому что у меня никогда не хватает на это время. Сегодня у меня это получилось. Как маленький Джейкоб? Я изо всех сил стараюсь, чтобы он не стал таким, как Джереми. Джереми очень упрямый. Он теперь водит машину, но с разрешения. Невероятно. Да, так всё нормально. Все дети учатся понемногу водить. А Зак, он тоже? Нет, он уже два раза пытался, но провалился. Да что ты, да. О, Господи. Хорошо, что это его не сильно волнует. Я беспокоилась, что он сильно расстроится. Мы пережили шок, когда Джереми сдал, а Зак нет. Но он высокий, поэтому и сдал. Ему это лучше удаётся. Каждому своё. Тебе нравятся стрижки? Да. Как тебе твоя прическа? Отлично. Хорошо. Просто совершенство. Тебе необходимо было что-нибудь сделать с ними? Да. Они были тёмными. Да, и казались тяжёлыми, особенно когда отрастали. Да, а теперь великолепно. Мои волосы – единственная вещь, на которой я трачу деньги. Когда они доходят до определённой длины, и я уже больше не могу терпеть, я иду и делаю прическу. После этого я чувствую себя другим человеком. Мальчики, хотите посмотреть подарки? Да. У меня для тебя подарок. Примерь его. В последнее время дела шли хорошо, я смог купить всей семье зимние куртки. Тебе нравится цвет? Да. Тебе идёт. Что это? Мне даже не надо подшивать. Она великовата для тебя. Нам приходится укорачивать брюки, пальто и всё остальное, что носим. Рукава придётся отрезать, да? Нет. Нет, нет, нет. Да. Сейчас попробуем повесить лампочки и игрушки. Джереми, вставай. Давай быстрее. А куда лампочки? На дом. Рождественские огни на дом, Зак. А рождественские гирлянды? На наш дом. Когда мы чем-нибудь занимаемся, папа любит привлечь к этому всех, чтобы все были чем-то заняты. А он при этом ходит и отдаёт приказания. Я бы начал. Тогда загни его вверх. Правильно, от последнего столба. Мне трудно повесить гирлянды на дом. Я с лестницами не очень дружу. Это плохо, потому что таким людям, как я, было бы хорошо уметь пользоваться ими почаще. Но я полагаюсь на помощь других людей. Джереми, если ты подержишь ему коробку, пока он крепит, будет здорово. Вам нужна ещё пара гвоздей. Это последняя гирлянда. Последняя. Вот что у нас получилось. Думаю, отлично. Это стол мамы Эми. Эми кушала за ним с детства и встречала все праздники. Он станет её рабочим столом. Мы его передвинем, а почему? Ну, потому что сейчас принесут новый. Здорово. Я знаю, что круглый стол не то, о чём мечтала Эми. Но надеюсь, мастерство Брэда убедит её. Ну как? Выглядит необычно. Как тебе, не нравится? Нет, нравится. У нас и закуска есть, чтобы на него поставить. Ты принёс её? Ты же должен был. Я купил копчёного лосося. Думаю, он подойдёт, чтобы обновить стол. Молли, помоги мне. Выглядит ужасно. Попробуй и скажи, понравилась она тебе? О, тебе не понравилась? Её надо готовить. Она уже приготовлена. Ну, разогреть. Ладно. Думаю, у других членов семьи другие мысли. Все думают, что дальше последует обед из множества блюд. Но будет что-то вроде закуски. Дорогая, я думала, ты готовишь обед. Я знаю. Мой отец думает, что совершил великое дело, купив лосося, но даже поленился положить его в микроволновку. Это глупо. Я думаю, вам понравится. Передай мне, пожалуйста, ты не любишь лосося? Только лосося. Мама думала, папа подаст обед, а он только принёс вот это. Значит, обеда не будет. Вы же меня знаете. Я не могу поверить, что это обед. Я, пожалуй, съем бутерброд с индюшкой. Думаю, Мэтт хотел сплотить всех, но не получилось. Это деликатес. Она выглядит неаппетитно. Самое приятное для меня в этом празднике – это отметить его со своими детьми. Можно я обниму тебя? Здорово, что в этот раз вся наша семья собралась целиком, потому что очень часто кто-нибудь отсутствует. У нас все очень занятые люди. Я каждый раз выступаю поваром. Но теперь наступает Рождество, и у меня будет двухнедельный перерыв. Дети, папа собирается причитать молитву. Готовы? Спасибо, Господи, за сегодняшний день, за то, что Ты помогаешь нам быть похожими на Тебя. Славься имя Твое, Господи. Аминь. Аминь. Безусловно, значение Рождества очень велико. Все эти подарки, ёлки, огни – это хорошо, но они немного отвлекают от его истинного значения. Это важный семейный праздник. Молли, покрути стол к папе, потому что мои руки короткие. Не волнуйся, папа. Теперь мы можем крутить его таким образом. По мере того, как происходят изменения в вашей семье, меняется и сам праздник, в том смысле, что меняется то, с кем вы его празднуете и как. После того, как мы закончили семейный завтрак, к нам пришли мои родители с подарками. Привет, Сара, входи. В первый раз к нам на Рождество пришла девушка Джереми, Сара. То, что кто-то новый пришел к нам на семейный праздник, говорит мне о скорых переменах в будущем и о том, что в конечном счете наверняка случится. К этому надо привыкать. Так, снимаю. Раз, два, три. То, что Сара пришла к нам на Рождество, сделала этот праздник для меня более радостным. Но и то, что здесь со мной рядом мои мама и папа, и все остальные, тоже очень здорово. Свободны. Нам с Эмми приходится привыкать к той мысли, что в нашей семье на празднике будут появляться другие люди. Джереми, ты не входишь в кадр. Подвинься к Молли. Я считаю очень важно, что в рождественские праздники мы проводим много времени вместе. Складывается хорошая семейная традиция, которая, надеюсь, будет продолжаться всю жизнь. Для меня важно, что мои дети будут иметь такие воспоминания. С Рождеством! Счастья вам! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok